ЛГБТ-активистам и просто людям, которые им сочувствуют, с настоящего времени грозит реальная опасность уголовного преследования. Возникает вопрос, почему ЛГБТ-персон поставили в один ряд с террористами, с человеконенавистниками и так далее. На мой взгляд, это нужно для того, чтобы запугать общество, чтобы люди боялись даже подумать о том, что идет вразрез официальной идеологии, которую насаждают власти. Власти хотят этим сказать. У нашей консервативной идеологии нет альтернатив. Если вы ее не принимаете или если вы даже просто сомневаетесь, то вы уже экстремист, вы опасны для государства. И в результате общество превращается в абсолютно запуганное, безропотное и покорное стадо. Еще одна причина, по которой было принято это решение, на мой взгляд, это то, что власти хотят еще больше демонизировать ЛГБТ-движение, создать из него образ врага. Это нужно власти для того, чтобы перенаправить на ЛГБТ народное недовольство, отвлечь людей от реальных проблем в стране. Но почему для этого были выбраны именно ЛГБТ? Ответ прост. Потому что они были удобной мишенью. Потому что в обществе уже существовал высокий уровень гомофобии. Знаете, я встречал такое мнение, что гомофобия в России является следствием госпропаганды. Но это абсолютно не так. На самом деле именно госпропаганда стала следствием той низовой гомофобии, которая уже была распространена в обществе. Да, раньше ЛГБТ так сильно не ненавидели, как сейчас, допустим, в нулевые годы. Этого такой ненависти не было. Но вместе с тем были насмешки, были оскорбительные шутки. ЛГБТ-персонс считали людьми второго сорта. То есть все это было. А это и есть гомофобия. Понимаете, она настолько глубоко укоренилась в наших умах, что мы подчас этого даже не осознаем. И в этом замечены не только люди, которые являются сторонниками власти, но и те, кто выступают против нее. Я это много раз наблюдал. И тут я подхожу к самому главному, что я хотел донести. Победа над путинизмом начинается в головах людей. И один из главных ментальных столков, на которых держится путинизм, это как раз гомофобия. Поэтому, чтобы победить путинизм, мы должны изжить в себе гомофобию. И борьба за свободную Россию должна быть именно борьбой против гомофобии. И тем, кто выступает против режима, нужно начать с себя. Понимаете, это такой вопрос, который как вакмусовая бумажка. Показывает, настоящий перед тобой оппозиционер или нет. Вот есть вопросы такого рода. Первый вопрос это, чей Крым? А второй вопрос, как ты относишься к ЛГБТ? И вот если человек выступает против Путина, но вместе с тем он гомофоб и поддерживает гомофобные законы, то его оппозиционности на самом деле грош цена. Спасибо. Спасибо.